Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я уже выступал по предстоящим мероприятиям 22 февраля, но сейчас нынешняя встреча в нашем прямом эфире посвящена совершенно другому. Дело в том, что сегодня все социальные сети запестрили разными сообщениями, после того, как Айсултан Рахат, Айсултан Назарбаев написал ряд сообщений. Я знаю, что разные журналисты выходили на него, получили какие-то короткие комментарии, разные люди ему звонили. Но на самом деле, прежде чем рассказать детали какие-то короткие нашего разговора, конечно же, я, вы понимаете, довольно долго с ним разговаривал, я эту семью хорошо знаю, и Рахата со студенческих лет, и Даригу Назарбаев со студенческих лет, знал его детей, там многих. В общем, одним словом, в связи с тем, что я занимал высокие государственные посты, и высокий статус у меня был в бизнесе, так получалось, что приходилось очень много и более поздним возрастом соприкасаться, не только когда мы были студентами, но и тогда, когда занимался и бизнесом, и государственной деятельностью. И, в общем-то, честно говоря, у меня не было особого желания сначала звонить, но после того, я когда прочитал какие-то детали, его сообщения Айсултана, я решил ему позвонить, оставил ему сообщение, и он мне перезвонил сам. И, в общем-то, разговор у нас был очень длительный, и не только по текущей ситуации, я ему задавал вопросы по событиям, которые происходили когда-то, многие годы назад, очень детально спрашивал по Дариге, по Рахату, по Нурсултану Назарбаеву, ну, ту часть, которая каким-то образом, ну, оставалась внутри их семьи. Вот, конечно же, я много знал, но мне нужно было получить детали. И поэтому те вопросы, которые задавали журналисты, или те люди, которые сумели до него дозвониться, конечно же, они по своему уровню и по глубине совершенно разные. То есть я просто знал эту семью очень неплохо, притом знал Айсултана еще с детства. И поэтому, конечно, разговоры у меня были очень длительные, вопросы другого характера. Ну вот, что я хотел бы как резюме сообщить. Я, конечно, буду дальше выступать, потому что мы с ним договорились, что будем регулярно общаться, он мне будет писать о ситуации, что с ним происходит. Ну и, конечно же, он мне хорошо знает, поэтому разговор был, скажем, не совсем формальный и не сухой. Итак, ну, сами представьте, я знаю Даригу со студенческих лет, ну, с 20 лет, ну, Рахата с 17 лет. И, конечно же, мы присутствовали на разных мероприятиях, приходилось очень много общаться в самой разной обстановке. Но даже при том всем, что я очень хорошо знаю эту семью, ну, конечно же, самого Назарбаева, я, конечно, был в шоке, честно признаюсь. Вот, поэтому я был вынужден, чтобы развеять свои сомнения, задавать ему очень много наводящих вопросов, которые, ну, меня в полной мере удовлетворили. Итак, Ай-Султан находится в клинике, название уже известно, и говорит, что его преследует его мать, Дарига Назарбаева, и хочет его ликвидировать. И он мне объяснил детально, как это они пытались сделать. И не только, что называется, в эти дни, а еще, в принципе, уже длительное время. Второе, он мне сказал, что биологический отец его, Нурсултан Назарбаев, и объяснил, аргументировал. Я очень много по этому поводу детально разбирался. И вот для меня тоже определенное открытие. Оказывается, Нурсултан Назарбаев, это его биологический отец. То есть, он отдал на воспитание Нур-Али, Рахату и Дариге, отдал своего сына, и Рахат Алиев был, ну, как бы, в некотором смысле, прикрытием. Как мне сказал Ай-Султан, мой отец Нурсултан Назарбаев, но, конечно же, я считаю, говорю, что мой отец Рахат Алиев, потому что он меня воспитал. А биологический отец Нурсултан Назарбаев. Он сейчас находится в опасной ситуации. Он опасается, что его убьют так же, как Рахат Алиева. Он мне подробно рассказал, как он оказался в клинике России, что его пришли 8 человек, захватили, скрутили, отвезли в город Орел, что он там находился 14 месяцев. Очень много деталей он рассказал о роли Аль-Нура Мусаева, бывшего председателя Комитета национальной безопасности. Он мне рассказал о взаимоотношениях Аль-Нура Мусаева с Даригой Назарбаевой. Очень много, конечно же, рассказал о каких-то семейных их тайнах, как, по сути, происходит управление государством, как Дарига влияет на власть, что и почему она хочет его уничтожить, каким образом она хочет уничтожить его. Ну, понятно, что он, по сути, мешает, получается, Дариге прийти во власть, управлять государством, вместо султана Назарбаева, так, как она считает нужным. Он, в общем, является, по сути, препятствием. И он мне объяснил, в чем его суть, почему он мешает ей. Узнал он об этом недавно, что он является сыном Нурсултана Назарбаева, где-то приблизительно год назад. И вот с этого момента у него начались именно такие проблемы, которые связаны с риском для жизни. Он сейчас находится без средств существования. По сути дела, вот эти действия, которые он сделал, это говорят об его отчаянном положении. Он прекрасно понимает, что именно публичность даст ему определенную защиту. Сейчас информация о том, что происходит с ним, распространяется по всем международным средствам массовой информации. Он сделал обращение к Корелеве Англии с просьбой, чтобы она позвонила Нурсултану Назарбаеву. В связи с тем, что Нурсултан Назарбаев является его отцом, он считает, что отец должен защитить его от Дарьи Назарбаева. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться к Назарбаеву и сказать, что ваш сын, Айсултан Назарбаев, находится под реальной угрозой. И он мне объяснил, в чем суть угрозы, как предыдущие ситуации с ним возникали, и что, и как они с ним пытаются расправиться. Поэтому, если вам не все равно, что ваш сын Айсултан находится в такой критической ситуации, я просто вам сообщаю напрямую. Я уверен, что ваше ближайшее окружение мое выступление, безусловно, передаст. И, конечно же, я сейчас получил очень много от него информации. Я думаю, что это последующие будут мои выступления, если в этом будет необходимость. Но здесь что важно? Важно то, что Дарига, второй человек в государстве, хочет расправиться со своим сыном. И отцом этого сына является Нурсултан Назарбаев. Вообще мы живем в интересном государстве, когда основные человеческие инстинкты, как материнские, так и отцовские, получается, у этой политической верхушки не работают. Ну, если вы оглянитесь в историю, 500 лет назад и так далее, такие ситуации были, когда в борьбе за власть отец убивал своих сыновей или своих ближайших родственников, просто истребляли. Вот, собственно, мы хотя живем в 21 веке, мы видим, что наш политический строй никакого не демократический, никакого не современный. Мы живем, наверное, по сути, по принципу повреждений, как несколько сот лет назад наши предки жили. Ну, собственно, вы должны понимать, почему наше государство отстало. Вообще это позор. Позор, что Нурсултан Назарбаев, своего сына, фактически загнал состояние опасности, его уничтожает. Уничтожает кто? Мать Дарига Назарбаева. Председатель 17 страны, между прочим. И она претендует возглавить нашу страну. Сейчас все механизмы разворачиваются так, что в течение какого-то периода Косможемар Токаев должен быть смещен и на ключевую позицию в стране должна прийти Дарига Назарбаева. И вот представьте, что ее сын в панике, он боится Даригу, называет ее дьяволом, объясняет, почему она дьявол. Это я потом отдельно как-нибудь выступлю, объясню, что она вытворяет. Он рассказывал о том, что она ненасытная, хочет все время все больше и больше денег, ей не хватает и денег, и власти. Хотя мы все прекрасно знаем, что Дарига миллиардер. Сейчас цель моего эфира не углубляться. Конечно же, у меня информации очень много, и как вы понимаете, это записано подробно. Я договорился с Айсултаном, что при малейшей угрозе он мне сразу будет писать и звонить. Я хочу основное сообщить. Первое. Айсултан Назарбаев является сыном Нурсултана Назарбаева. Первое. Второе. Айсултан Назарбаев в опасности. В третье. Он обращается, по сути дела, публично, с просьбой о помощи, чтобы его не ликвидировали. Ну и в четвертых, Нурсултан Апишевич, ваш сын в опасности. Вы хотите, чтобы королева Англии вам действительно позвонила, и все международные средства массовой информации все это рассказывали о Казахстане? Конечно же, судя по всему, это и так, и так произойдет. Но будет хуже, если вы не успеете им помочь. Он считает, что отец его не убьет. Мать может, а отец нет. И просил через меня передать, чтобы я сделал обращение к Нурсултану Назарбаеву, что я и делаю. Пока это мое краткое выступление. Выводы мы сделаем позже. Я буду и далее освещать эти события. До встречи в эфире. До свидания.